Дан Тест После этого фильма нам приходит очень много вопросов. И один из этих вопросов, где тренирует знаменитый Сенсей Томан? И как на него выйти? И сейчас мы вам на него ответим. Сенсей Томан тренирует в замечательном, прекрасном местечке под названием Кобучи Сава. И кстати, Сенсей Томан сейчас строит новую доджи, куда мы вас все и приглашаем. Если вы хотите выйти напрямую на Таманга, на Сенсея, обращайтесь к нам в редакцию, мы подскажем, как найти Кобучи Саву в Японии. Ну а сейчас мы не в Японии, мы в доджи, где проходит семинар по фудокан каратэдо. Откровенно говоря, я об этом стиле практически ничего не знаю. Олег знает. Два слова. Фудокан каратэ это старый сёдокан... Да что там сказать? Это вообще старое каратэ. И сейчас мы увидим, что это за звери, с чем это едят. И видел семинар один из самых известных мастеров в Европе, Сенсей Илья Йорга, который, кстати, опять же, один из самых первых приехал к нам в России для того, чтобы преподать сёдокан каратэ. Встреча с настоящим реальным мастером. Добро пожаловать в программу Дантест. Встреча с настоящим реальным мастером. В течение нескольких дней в доджи Московского медицинского университета проходил семинар мастера Йорги. И на протяжении этих дней многочисленные ученики и мы с Олегом смогли убедиться, что к нам приехал настоящий мастер, истинный профессор воинских искусств. Его объяснение, демонстрация, казалось бы, простых вещей и техник были наполнены глубочайшим смыслом и были абсолютно реальны. Если вы скажете «фу-до-кан», это одно значение. Правильно, «фу-до-кан». А если «фу-до-кан», это другое. И то, и другое верно. А одно значение – это дом с крепким фундаментом. Другое – это ментальная стабильность, непоколебимость духа. Только прямо и вперёд. Символы фу-до-кана – это тигр и орёл. Тигр – это шотокан-карате Гичина-фунакоши. Тигр символизует Гичина-фунакоши. Шотокан. Шотокан. Но карате шотокан-джикаэй имеет на самом деле две ветки, две дороги. Одна дорога – это фунакоши-гичин, отец. Другая – сын, еситаки-фунакоши. Есть одна историческая неточность. Считается, что фунакоши-гичин – гений карате. Он привёз карате с Окинавы в Японию. Это всё, безусловно, так. Но наполовину. Истинный гений карате был еситака фунакоши. И всё, что мы сейчас видим в японском карате – это его заслуга. И символ сына – орёл. Поскольку тигр отца – это только основа, а всё остальное – это сын, то его орёл выше тигра у нас на эмблеме. Если посмотреть детально, то слева на эмблеме следующие символы. Это сто лет со дня основания школы. И спокойная вода. Сильный, спокойный, непоколебимый дух Будо. Это концепция нашей школы. Очень интересно. А вот мы знаем, есть понятие «фудосин» – это крепкий дух. И есть такой бог, божество. Фудо, фудо-мио – это схожие? Это имеет отношение к фудо-кам? Абсолютно. Конечно. Конечно, это всё звенья одной цепочки, и они неразделимы. Как неразрывен путь Будо. Этому учили меня три моих великих учителя. Первый – это Мураками-сенсей. Это отец европейского карате, который он привёз в Европу в 1957 году. Другой учитель – профессор Казе. Но он тоже сейчас умер, как и Мураками. А третий – выдающийся мастер Нишияма Хидитаки. Они абсолютно разные, и в Фудо-кан есть объединение этих трёх учителей. Первый учил меня, не раздумывая, всегда идти напрямую. Если надо, через скалу, через гору, вперёд, вперёд и только вперёд. Невозможно свернуть было. Сенсей Казе учил кумите. Это был фантастический мастер кумите, и он обучал меня секретом поединка. И сенсей Нишияма передавал мне истинные ценности Будо. Он всегда говорил, что карате надо воспринимать не как спорт, а как искусство. Как скульптура, живопись, искусство воина. И Фудо-кан очень сильно держится за принципы Будо. Мы соблюдаем абсолютную иерархию в хорошем смысле этого слова. Иерархия людских качеств – это уважение к старшим, уважение к учителю. Честность, прямота, дисциплина, этикет, рей, хороший тон. Нельзя войти в зал и выйти из залы без поклона. Нельзя не поприветствовать друг друга поклоном при встрече. Причём, неважно, старший ученик или младший. Обязательно должно быть уважение к людям, которые идут по этому пути вместе с вами. Вы знаете, мы все хорошо понимаем, но не до конца осознаём, что карате – это не только техника, это не голая техника, это ваше отношение к людям, ваш взгляд на жизнь. Сенсей Ле-Йорга, будучи врачом, доктором медицины, практикующим хорошим каратегой, взглянул критически, уже имея хорошее знание в медицине, в философии, в психологии, на карате, в частности, на шатакан. В технической части он увидел, что многие мастера, имеющие уже, будем говорить, солидный возраст, страдают травмами. Это и травмы тазобедренных суставов, локтей, и уставов ещё очень много, и позвоночникам в том числе. И он тогда провёл анализ полностью всего базовой техники. Это первая заслуга, что выполнение приёмов он сделал нетравмоопасным. Второе. В техническую часть он вёл биомеханику на основе своих изысканий научных. У него есть книги, например, посвящено Ката Басайдай, которая насчитывает 300 страниц. Что можно написать про Басайдай? А он нашёл, написал и сделал. Третье. Иногда, когда у людей не хватает знаний, они прибегают к такому приёму. Вот у меня есть секретный приёмчик, я вам когда-то его покажу. И бывает очень часто, вносят, будем говорить, в процесс тренировочный, не ту историческую методологию, методику обучения, а пытаются подражать Востоку. Но мы не люди Востока, мы между Западом и Востоком. Санцелия Йорга ввёл в обучение, тоже отошёл от принципов дзен-буддизма и пришёл на, так сказать, нормальные светские принципы, на педагогику, передовые методы ввёл, в том числе и подвёл туда православие.